На самом деле эффективность, конечно, невысокая. Объясняется, что отсутствием опыта. Все-таки были хорошие раньше школы, комсомол, КПСС, профсоюзы и так далее, где люди получали навыки организационной работы. Я думаю, что этих навыков многих наших, особенно молодых членов Организационного совета, не хватает. И это снижает, безусловно, эффективность. Это приводит к различным ненужным, сложным дискуссиям, которые непродуктивны. Я об этом говорил. Но, наверное, требуется какое-то время для того, чтобы осознали люди это, большинство это осознало. И тогда действительно будет существовать и аппарат, постоянно работающий. Я думаю, что нам по силам его сформировать. И будет существовать постоянно действующий орган, который готовит заседание. Это же, по сути дела, кулинарное заседание. Нужно подготовить повестку, нужно определить позиции, нужно где-то в рабочем порядке провести консультацию, договориться о каких-то... Сегодня можно было бы просто вынести единую точку зрения о том, что, допустим, две трети. Провести консультацию. Оно прошло. Потому что нет сегодня никаких серьезных возражений. Есть там несколько человек, которые считают все-таки до конца идти на принцип. Но практика показывает, что две трети все равно оптимальный, разумный, компромиссный вариант. Я думаю, что это недостаток опыта. Он придется времени. Нельзя сразу получить готовый продукт. Должно пойти время.